Книга «Открытым оком», том 8, вопрос 2107. Тема «Грех». Если случается пасть человеку, то могут ли быть сокращены сроки эпитимии по каким-то причинам? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если болезнь тяжкая, тогда могут причастить, но если выздоровел, эпитимия снова продолжается. За отпавших при гонении могли ходатайствовать исповедники, то есть те, кто уже прошел эти пытки, но остался жив. 2 Коринфянам 2, 10-11. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Киприан Карфагенский. Память 31 августа. Необходимо заметить, что в древности в церкви Карфагенска, как и в других церквах, среди исповедников было в обычае давать отпавшим особого рода ходатайственные записки, или письма мира, в кавычках, по которым согрешившие были скорее допускаемые в общении с верными. И теперь многие из отпавших от Христа возлагали большую надежду на ходатайство исповедников и мучеников. Но при этом многие исповедники по лишней снисходительности к падшим не обращали внимания на свойства их покаяния и давали эти ходатайственные записки письма мира без надлежащего рассмотрения и осторожности. Только немногие исповедники просили епископа даровать мир некоторым падшим по окончании гонения, по возвращению самого епископа и по тщательному исследованию нравственного состояния падших. Такая снисходительность к падшим оказывалась в то время, когда гонение еще свирепствовало в Карфагене. И, следовательно, эта снисходительность могла ослабить твердость вере и прочих христиан, еще не подвергшись гонению. Когда святой Киприан узнал обо всем этом, то отправил в Карфаген три письма к Лиру, исповедникам и народу. И так как главными нарушителями древнего церковного благочиния оказались пресвитеры, то Киприан во всех этих письмах обличал их более всего всех вообще, и Клир, и народ. Киприан убеждал ожидать соборного рассуждения о принятии падших церков, а самый собор обещал созвать по окончании гонения и по возвращении своем в Карфаген. Исповедников Киприан просил обращать особенное внимание на дела и заслуги. Народ в качестве грехопадения каждого из числа тех, за кого они будут предлагать свое ходатайство. Но все эти письма святого Киприана не имели полного успеха. Правда, пресвитеры послушные своему пастури перестали допускать падших к общению в церкви наравне с верными и увещевали их прежде всего загладить свой грех искренним покаянием. Но некоторые из падших и после сего не пожелали принести покаяние, не хотели ожидать решения своего дела до окончания гонения, а требовал и себе немедленно разрешения грехов.